Приветствую вас. Мне кажется, аноним вам в любом случае сейчас нужна поддержка. Мне кажется, что вам сейчас в любом случае нужно что-то вроде поддержки, что-то вроде опоры такой, на что бы вы могли опереться, на что бы вы могли положиться сейчас. Это, на мой взгляд, первое. Второе, то, что мне кажется, то, как мне кажется, вот такой, ну, достаточно важный момент. Это отделить, отделить свои чувства, да, от чувств по отношению к мужу. То, что направлено на мужа. Вот. Понимаете, какая история? Потому что, на мой взгляд, есть вещи, которые связаны только с вами. Есть вещи, которые связаны только с тем, вот, что вы сами-сами чувствуете, что вы сами-сами-сами переживаете, что с вами самой хочется и так далее, и так далее. А есть то, что касается вашего отношения к мужу. И, как бы, эти вещи важно отделять, осознавать и, как бы, говорить об этом. Вот. Я бы это так сказал. Вот. Поэтому вопрос, как мне кажется, здесь не в том, что вам делать, а в том, чтобы сейчас заняться пониманием того, а что же я чувствую, что со мной происходит сейчас. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот если вы в этом направлении будете работать сейчас, пока у вас есть время, пока у вас есть, ну, возможность такая, да, вот, то у вас будет шанс, у вас будет возможность свой брак там, условно говоря, сохранить, сохранить. И отношения с мужем, ну, гармонизировать. Вот. Вот. Если вы понимаете в данном конкретном случае, что я имею в виду. Вот. Дальше. Обратите внимание, не могу, не могу не обратить внимание на то, на то, что вы, значит, говорите. Банальный вопрос, но он, ну, в смысле, муж вспылил. Вот. На мой взгляд, здесь есть элемент обесценивания, потому что банальный вопрос может быть для вас. Ну, это означает, что вы не очень чувствуете, что происходит с, ну, вот, с вашим мужем. Это означает, что вы не очень чувствуете, что его беспокоит. Это означает, что вы не очень чувствуете, что его тревожит. К сожалению. К сожалению. И, как бы, это одна из основных, на мой взгляд, проблем. Вы не знаете, что происходит с вашим мужем. Вы не знаете, что его беспокоит. Ну, соответственно, соответственно, научить, научить вас слышать или слушать своего партнера, в том числе и себя, тоже. Что очень важный момент для, вот, ну, именно для развития отношений. Потому что, если этого не делать, то брак будет, конечно, разрушаться. Это, ну, естественно, вполне, на мой взгляд. Я думаю, вряд ли вы будете с этим спорить. Вот. Значит, это вот такая история. Такой момент, такой момент здесь. На что бы я ещё обратил внимание? Давайте посмотрим. Болезненный вопрос в отсутствие общего ребёнка. Ну, опять же, как муж к этому относится? Вы пишите, что обычно он разговаривал на эту тему. Да. Обычно на эту тему разговаривал, но вполне возможно, вполне возможно, что сейчас что-то изменилось. И опять же, вы, к сожалению, не знаете, что изменилось. Вот. Я рискую сейчас немножко повторяться. Ну, в том смысле, что мой коллега Кудряшов Игорь Леонидовича это уже говорил. Но я вам скажу, что мне кажется, вам требуется, вот, ну, знаете, такое ощущение у меня, что вам как будто бы на постоянной основе требуется успокоение, требуется подтверждение, вот, ну, там, условно говоря, того, что, не знаю, того, что всё будет хорошо, того, что всё будет здорово, вам требуется, вот, ну, подтверждение на постоянной основе, понимаете? Вот. А правда заключается в том, так или иначе, что этого подтверждения вам никто не даст. И мне кажется, что до тех пор, пока вы будете, вероятно, это самое подтверждение искать во вне, в муже, в других людях, в общем, ребёнке. Вот, что означает, что указывает вас. Уже был брак, и очевидно, что, ну, очевидно, что брак предыдущий, то ли у вас, то ли у вашего мужа не сложился, вот. Всё это очень важный момент, и всё это косвенно угадывает на то, что вы постоянно пытаетесь на что-то опереть, но не умеете опыраться на себя. Мне кажется, что задача, вот, психотерапевта здесь заключается в том, чтобы помочь, помочь вам научиться натраться на себя. Вот, мне так, мне так кажется. Вот. Ну, по моему мнению, по моему мнению, я, понятно, могу быть неправ, да, понятно, что, ну, возможно, в нюансах я могу ошибаться, но мне кажется, что это одна из ключевых задач. Задача, вот, оплачу на себя. И, эм... Повыдовать я такой. Вот я сейчас всё время об этом думаю, да, я злюсь, условно, что он, муж имеется в виду, не звонил и не интересовался там, ну, мной, да. Вот. А, как меня это воздевало? Что для меня это означает? Например, например, отношает ли это для меня, что я не нужна, допустим? Ну, вот, не нужна, там, не знаю, к примеру, человеку, да, вот, не нужна, допустим? Ну, вот. А что для меня это означает, что я не нужна человеку? Что для меня это означает? Мне кажется, это очень важный момент. Ну, потому что это то, что напрямую, напрямую касается. Вот. Вы же просто говорите, что, ну, вот, я об этом всё время думаю, вот, я об этом всё время, может, всё время об этом, а... Как бы, что конкретно, там, у вас, ну, вот, что конкретно вы думаете, в каком конкретно ключе, например, вы думаете, это не я, это вы не раскрываете. Потому что это очень важный момент, это суть вашего приземления. Поэтому процессуально, и, если мы рассматриваем данный аспект о разрезе функций, вам нужно, мне кажется, научиться додумывать мысль до конца. Свою, свои мысли. Додумывать до конца. Чтобы не было такого, что я что-то не додумала, например. И, в итоге, это осталось для меня непонятным примером. К примеру. Вот. Это то, что мне кажется очень важным моментом здесь. Ну, вот, в данной ситуации, мне кажется, это важно. Потому что, на это, насчет, как бы, на это, это, что... Игра, ну, это, не холодная, нагрузка. О, и, ну, я не знаю, насколько... о, и... Ну, насколько вы воспримете мои слова позитивно, вот, я надеюсь, что позитивно вас воспримете, вот, но как мне, думается, что от этого зависит ваше, ну, словно говоря, будущее с мужем, вот так вот, я бы сказал. Я не хочу, там, я не хочу поднимать себе самооценку, да, и, там, ну, в данном случае, представлять все так, как будто я узнаю, что на свете, вот, я не знаю, что на свете, вот, и не хочу, чтобы вы думали, что я знаю, что на свете, но, в данном случае, я правда на это надеюсь, вот, такой ответ, я думаю, вам можно дать с точки зрения психологии и психотерапии. Повторюсь, очень важно, чтобы вы сейчас больше внимания, ага, уделяли, уделяли бы себе, сейчас очень важно, чтобы вы, вот, ээээ, именно выделяли внимание, эээ, тому, ээээ, тому, эээ, что вы себя представляете, тому, чем вам хочется, ээээ, вот, и так далее. То есть это очень важная история, если вы этого делать не будете, то будет проблем. То есть на мой взгляд, на мой взгляд, это сейчас я бы не сказал, что вот вам нужно, чтобы муж приезжал, на мой взгляд, пока все складывается, как бы, довольно неплохо. Вот. А в том смысле, что у вас есть возможность, у вас есть возможность разобраться в себе, у вас есть возможность разобраться в себе, у вас есть возможность дать себе, как бы, дать себе шанс такой, лучше себя подпонять. Вы можете либо этим шансом воспользоваться, и тогда брак сохранить, или этим шансом не пользоваться, и тогда брак у вас распадет. По сути, ваши действия, если они будут совершены, грубо говоря, от души, если они будут направлены на то, на что они изначально направлены, направлены. Вот. Вот. Ваши действия приведут к следующим. Они либо выступят с катализатором распада брака, вот, либо они сохранят его. вау. Но, как бы, вот, я хочу, чтобы вы, вот, понимали, да, что нужно, нужно работать. Нужна работа, работа над собой, вот, а, ну, как бы, в первую очередь. Нужна работа над собой, нужна, а, работа нужна по, а, на основанию моментов у вас самой, вот, по, ну, наверное, по отделению, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ отделить то, что вам, условно говоря, то, что вам хочется для себя, например, от того, что вам хочется для своего мужа. Мне кажется, это весьма важный аспект, на который вам имеет мысль обратить свое внимание. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена. Разрешенная стация будет самым лучшим образом. Быть за быстрее это будет при помощи специалистов. Спасибо вам. Самого хорошего.